Песчаный лох. Мемориальный комплекс в Воронеже место захоронения людей, расстрелянных нацистскими войсками во Вторую мировую войну. Сооружен в 1975 году. Великая Отечественная война пришла в Воронеж в 1942 году. Первыми жертвами стали дети, погибшие во время праздника по случаю окончания учебы в Саду пионеров 13 июня 1942 года. Через две недели в Воронеж вошли гитлеровцы. Он стал городом-фронтом. Во время оккупации из Воронежа не успели эвакуироваться свыше 100 тысяч жителей. Оккупацию пережил Николай Попов, дядя воронежского историка Павла Попова. В своих воспоминаниях он писал, что горожане с замиранием сердца читали вывешенный приказ немецкого коменданта города Вальдемара фон Радецкого. Всем жителям грозила смертная казнь за связь с партизанами и нарушением правил поведения в городе. Нацисты боялись мирных жителей, видев в каждом из них партизан. В августе 1942 года они приняли решение о тотальном выселении жителей. В Воронежцев среди них были дети, женщины и пожилые люди. Под конвоем повели пешком в направлении села Хохол, где находились два концентрационных лагеря и распределительный пункт по отправке в тыл эвакуированного населения. В середину августа 1942 года для окончательной зачистки города в Воронеж прибыл отряд карателей из зондеркоманды 4А Айензацгруппы С, службы безопасности рейхсфюрера СС. Каратели расположились в центре города по адресам улица Карла Маркса 92А и улица Студенческая 35. Зондеркоманду возглавлял офицер СС Август Брух. Именно она под руководством немецкого офицера Паула Блобеля 29-30 сентября 1941 года расстреляла в украинском Бабьем Яру мирное население 33 771 человека. А перед этим 27 сентября палачи уничтожили 752 пациента психбольницы. В Воронежской области нацисты пошли уже по знакомому сценарию. Учинив с 14 по 17 июля 1942 года массовый расстрел пациентов в психиатрической больнице в Орловке, погибли 720 человек, вместе с ними гитлеровцы расстреляли врачей Софью Грусть и Елизавету Резникову с ее полуторомесячным сыном Марком. Тогда же расстреляли 13 раненых советских военнослужащих и 5 мирных жителей. Свидетельницей эксгумации тел погибших в Орловке стала Ольга Журавская, которая после освобождения Воронежа возглавила областную комиссию по расследованию нацистских злодеяний в психиатрической больнице Орловка. Журавская вспоминала, когда я ехала на эксгумацию трупов, мне дали 10 девушек и бутыль со спиртом. Я не поняла, для чего это? Я же не пьющая. Но когда мы увидели раскопанные ямы с жертвами, стало понятно. К утру все мои девушки разбежались. Это было неимоверное психическое напряжение. Работа заключалась в том, чтобы черепа с дырами посчитать и сфотографировать. Фотографии должны были стать документальным подтверждением того, что здесь произошло. В оккупированном Воронеже оставались немощные, больные и раненые. Больницы новая администрация города закрыла, но продолжали работать несколько госпиталей. В школе номер 29, нынешней школе номер 12, в доме Комунне, улица 20-летия октября 86, и родильном доме, улица 20-летия октября 82. В школе номер 29 воронежцев лечил младший медперсонал. Сюда с огромным риском для жизни устроилась врач детской поликлиники Ревекка Мухина, которая возглавила госпиталь. После войны медсестра Ревекки Мухиной, Нина Рубцова, прислала свои воспоминания в клуб «Красная гвоздика» школы номер 12. Она рассказала, как врач не отходила от операционного стола сутками, а между операциями искала в горящем городе знакомых коллег. Немецкая комендатура приказала доктору отправлять вылечившихся раненых в лагерь на Чижовке. Однако отважная Ревекка Мухина вместе с Ниной Рубцовой под покровом ночи тайно организовывала отправку излечившихся бойцов за линию фронта. За свой подвиг Ревекка Мухина расплатилась жизнью. Гитлеровцы расстреляли ее во дворе школы 10 августа 1942 года. Вскоре нацисты поставили перед собой задачу тотально освободить город от населения. Для этого решили уничтожить всех пациентов воронежских госпиталей. И 27 августа 1942 года тяжело раненым бойцам и больным гражданским, находившимся в госпиталях, сообщили, что их перевозят в другое место. В акте расследования преступления нацистов мы читаем. Немецкий офицер объявил, что госпиталь эвакуируется из Воронежа в село Орловку и Хохол и предложил больным грузиться на машины. Тех, кто не мог самостоятельно передвигаться, вынесли на носилках и погрузили в автомашины. Когда они были заполнены, немецкие солдаты опустили брезенты, чтобы люди не видели, куда их везут. Выехав из города, автомобили повернули вправо от дороги, что идет на Малышева. Подъехав к неблаголубокому песчаному логу, остановились. Слабым и беспомощным людям приказали выходить из машин. Потом их сталкивали во враг, заставляли ложиться на землю лицом и в упор расстреливали. Тех, кто сопротивлялся, убивали ударом приклада по голове. Гитлеровцы убивали даже грудных детей. Единственный свидетель того расстрела Анна Попова, которая и показала место массового расстрела воронежцев. Впервые ее имя под засекреченным сокращением АП появилось в письме бывшего начальника отделения управления НКВД по Воронежской области. Он говорил о необходимости расследования нацистских злодеяний в регионе и выявления палачей мирного населения. Из письма следует, что в женщину стреляли, но она уцелела. Он писал, что женщина была сильно истощена, качалась на ветру, как тростинка. Черты ее лица выражали безжизненность и желание, чтобы ее оставили в покое. Но в итоге рассказала о трагедии оставшихся в госпитале жителей. Не ожидая спасения, я легла лицом на землю, закрыв голову пальто, лежащее рядом застреленной, еще теплой женщины, чтобы не видеть происходящего вокруг ужаса. Немного погодя, почувствовала, как кто-то лег сверху, приняв меня за мертвую. Я слышала голос какой-то девочки, с плачем спрашивавшей, где моя мама? Один из участников расстрела ответил ей на русском языке. Она здесь, ложись рядом. Потом послышались выстрелы. Я почувствовала, как меня облило кровью, хотя я сама не была задета пулей. Наконец выстрелы стихли и нас начали засыпать землей. Предпочитая, чтобы меня застрелили, чем быть закопанной живьем, я хотела поднять голову, но тут послышалась команда «Хватит!». Немцы погрузились на машины и уехали. Подождав немного, я выбралась из-за врага и спряталась в бурьяне. Я видела, как машины приходили и уходили еще несколько раз. Расстрелы продолжались до вечера. Три дня я просидела в пустом домике на окраине города. Потом мне удалось добраться до глухого села, где я и дождалась прихода советских войск. После того, как женщина показала место массового расстрела, раскопки там продолжались три дня. С 7 по 9 октября 1943 года. Из-за врага извлекли 452 тела, в том числе 35 детей. Вместе с ними выкопали предметы домашнего обихода. Чайники, бидоны, бутылки с водой, маслом, кружки, молитвенники и детские игрушки. Из акта эксгумации следует, что у погибших были огнестрельные пылевые ранения черепа. На некоторых телах не было следов ран, нанесенных при помощи огнестрельного оружия. Люди могли были быть отравлены или погребены заживо. В Воронежце несколько дней ходили на место казни. Протоптали широкую дорогу в песчаный лог. Потом состоялся митинг и торжественные похороны. Не так давно областное управление ФСБ рассекретило материалы следственных дел военных преступников, которые участвовали в расстреле. Об этом в августе 2019 года на траурном митинге в песчаном логу рассказал военный историк ректор Воронежского педуниверситета Сергей Филоненко. Он же опубликовал рассекретенные документы в многотомном научном издании «Война на Воронежской земле» в документах Красной Армии, Вермахта и войск сателлитов. Из них следует, что нацисты, свозившие в Воронежце в госпитале, не оказывали им медпомощи, не давали продуктов и воды. Тяжело больных расстреливали. Так, 20 и 21 августа 1942 года во дворе дома коммунной убили 30 стариков и женщин-евреек. Татьяна Чернобоева отметила, что расстрел в песчаном логу производили шофер начальника передовой команды службы безопасности Августа Бруха, Али Циммерман и немецкий солдат Эдуард Золя. Эти и другие имена нацистских преступников ценой своей жизни установила бывший преподаватель ВГУ Ева Никитина. Ее семья переехала в Воронеж вместе с Юрьевским университетом, на базе которого был и создан ВГУ. До войны ее отец преподавал в университете Геодезию. Ева Павловна окончила ВГУ и была старшим преподавателем немецкого языка в университете. Никитиной поручили остаться в городе на подпольной работе. Она устроилась в службу безопасности СД. Помощник начальника этой службы Вальдемар фон Радецкий оказался племянником профессора из бывшего Юрьевского университета, знакомого семьи Никитинах. Это и был главный воронежский палач, руководитель особого карательного отряда зондеркоманды 4А. Радецкий – балтийский немец по происхождению. Родился в Москве, хорошо знал русский язык, всего владел четырьмя языками. Именно он отдал приказ о расстреле в песчаном логу. Многочисленные повешенные на фонарных столбах, оградах и на руке памятника Ленину – тоже его заслуга. Песчаный лог в наше время имеет статус мемориального комплекса. По задумке архитектора, памятный комплекс состоит из трех зон. Дорога к месту расстрела, вымощенная булыжниками с острыми углами, стена расстрела и место погребения, где ровными рядами выложены надгробные камни в память о каждом погибшем от рук фашистов в этом месте. В большинстве случаев плиты безымянные. В данный момент мемориальный комплекс реконструируется. Продолжение следует...